Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии. На очереди у нас 10 глава. Большая часть 10 главы посвящена Ассирии, Ассирийской империи, главному израильскому врагу того времени, врагу Израиля и врагу Иудеи. Ассирийская империя, распростершая свои крылья по всей Передней Азии и Ближнему Востоку, представляла, несомненно, угрозу всем ближневосточным государствам. И в ее тени, собственно говоря, и происходят все международные события того времени, то есть 8-го и 7-го веков. Но начинается 10 глава. Начинается 10 глава. Первые ее стихи, первые четыре стиха, они касаются несколько другой темы, а именно вопросов социальной справедливости. Совершенно не чуждая тема для Исаии. Вспомним хотя бы первую главу и многие другие главы этой книги, где затрагиваются вопросы социальной справедливости. Так вот, здесь провозглашается горе в начале 10 главы. И кому же? Тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения. Коррумпированные правосудия, правосудие на стороне богатых и сильных, на стороне правящего класса, на стороне элиты, судят за взятки, за подарки. Как это все знакомо и нам с вами, друзья, и в наше время, увы, встречаются, как здесь сказано, несправедливые законы и жестокие решения. Если бы законы были всегда справедливы, а решения не были жестокими, были бы мягкими, то и общество наше тогда больше уважало бы судей, и бедные, и хлопли не доходили бы до слуха вседержителя. И вот здесь возглашается горе. А вот это небольшое евритское словечко «Ой», с которого начинается глава «Гейвафьют», оно встретится также в пятом стихе, в начале пятого стиха, где будет речь идти об Ассирии, об Ашуре. Вот они принимают эти судьи, несправедливые законы, и пишут жестокие решения, осуждающие праведного бедняка и защищающие неправедного богача во время судебной тяжбы. Для чего? Чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего. Устранить бедных от правосудия. «Легатот медин далим». «Даль» — это бедный, это малоимущий, это нищий человек. Синоним «они». И вот их-то как раз, этих самых социально незащищенных членов общества, сильные, вместе с судьями угнетают и отстраняют от правосудия. Вот «правосудие», «цедака» обычно такое слово стоит за этим русским переводом, но здесь стоит слово «мешпад». Они отстраняют «далим» и в параллели стоит «онией», «ониим», то есть малосильных. Вот здесь бедные и малосильные. Обычно «они» переводится через «бедный» как раз, а «даль» через «нищий» часто. А здесь несколько иначе в синодальном переводе переведены эти термины. Но вот в параллели стоят «далим» и «ониим», и эти самые бедные и малосильные, они лишаются того, что на еврите называется «мешпад», синоним слова «цедака». Здесь скорее следовало бы перевести «суда», потому что «мешпад» — это суд, судебное решение, постановление, а также какая-то судебная норма, юридическая норма. Но, в общем-то, этот перевод вполне правильный, он соответствует вполне смыслу. Отстраняют бедных от правосудия и похищают права малосильных. Вот это хищники, это похитители, вот эти люди, которые принимают несправедливые законы и пишут жестокие решения. Но они обижают бедных, принадлежащих народу Господню. Эти бедные, говорит Господь, прямая речь Господа, эти бедные из народа моего, говорит Господь, чтобы вдов сделать добычу своей и ограбить сирот. Господь Он сам судья вдов, за которых на суде некому вступиться, и отец для сирот. Поэтому, если кто-то обижает вдову или сироту, социально незащищенных членов общества, тот навлекает на себя божественный гнев, божественную месть. Потому что Господь обязательно вступится за вдову и за сироту. И воздаст, совершит возмездие тому, кто обидел вдову и сироту, вместо того, чтобы защищать вдов и сирот, богатеи и их подельники, коррумпированные ими судьи, они делают вдов своей добычей и грабят сирот. Вдова и сирота здесь, вдовы и сироты здесь в параллели. Также делать добычей и грабить глаголы стоят тоже в параллели. Синонимический параллелизм присутствует во всем стихе, и вообще во всем этом пассаже, во всем этом отрывке в первом-втором стихах. Ну вот, когда ближний твой становится твоей добычей, это значит, и когда это все становится нормой общественной жизни, это значит, общество тяжело больно. Социальные болезни поразили израильское и иудейское общество. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? День посещения или день воздаяния, возмездия, что ли. Здесь этот термин можно перевести таким образом. Хотя часто глагол «покад» переводится именно через посещение, потому что его основное значение – это именно посещать. Но вот здесь вполне уместен был бы перевод «день воздаяния», день возмездия. Это возмездие совершится Господом, и Господь пошлет израильтянам и иудеям неприятеля, которые совершат его божественный суд. Рукою Ашура, Ассирийцев Господь накажет. Вот за эти социальные несправедливости, которые творятся в обществе народа Божия. Что вы будете делать в этот день? К кому прибегнете за помощью и где оставите богатство ваше? Если Господь не защитит города, то напрасно бодрствует страж, читали мы у другого пророка, пророка Амоса. Здесь говорится то же самое. Ну, если я, говорит Господь, лишу вас своей защиты, то кто вас защитит от ассирийцев? Сильнее ассирийцев только сам Господь. А ассирийцы ему тоже послушны. Это он наведет ассирийцев на Израиль, а потом вавилонян на Иудею. Где оставите богатство ваше? Все это богатство неправедное, накопленное за счет притеснения вдов и сирот, ограбленных сирот и вдов, которые стали добычей богатеев. Все это богатство не достанется им, богатеям. Оно достанется ассирийцам. Завершается пассаж четвертым стихом. «Без меня» — прямая речь Господа продолжается. «Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта». Выше в девятой главе мы видели, что вот эти слова являются своеобразным рефреном. «Не отвратится гнев, его рука его еще простерта». И если бы делить более логично девятую и десятую главы, то вот здесь скорее конец, была бы граница между девятой и десятой главами. Первые четыре стиха логически было бы вернее отнести именно к девятой главе. А вот с пятого стиха, десятой главы, начинается уже отдельная тема, основная тема для этой десятой главы. Начинается она с восклицания. Или, быть может, это «ой» — междометис, с которого начинается отрывок. Может быть, это и не восклицание, а следовало бы тоже вместо «о» — «ашур» перевести «горе тебе», как бы «ашур». Ну вот синодальный переводчик решил сделать здесь восклицание, а не так, как в первом стихе, где сказано «горе тем, которые», а здесь «о» — «ашур». Возможно, перевод и «горе» — «ашур». «Жезл гнева моего» и «бич в руке его» — «моё негодование». Ашур, ассирийская империя, самая могущественная на то время, первая вообще в истории человечества, тоталитарное государство, претендовавшее на мировое господство, первая, так сказать, сверхдержава. И вот это апофеоз зла для Израиля. Вспомним книгу пророка Ионы, например, где как раз Неневия представлена таким злодейским государством. Вот этот Ашур со столицей в Неневии, была столица также Калах одно время, ну и, собственно говоря, город Ашур был первой столицей еще древней Ассирии, древней Ассирийской державы. Вот, и по этой первой самой своей столице, по городу Ашур, все государство называлось тоже Ашуром, хотя столица перемещалась то в Калах, то в Ненве, в Неневию. Так вот этот самый Ашур — это жезл гнева Господня. Так начинается пятый стих. «Ой, Ашур, шевет апи!» «Ав» — это и нос, это и гнев, «апи» — мой гнев. Вот этот Ашур, он назван шевет. Шевет — это пастушеский посох, пастушеская палка, также это колено, например, израильское племя, какой-то род. Вот, ну, самое распространенное значение — это действительно жезл, палка. И «матэ гу бэядам». «Матэ» — это синоним слова, абсолютный синоним слова «шевет». И часто эти слова действительно стоят в параллелизме, в Танахе, и одно вполне заменяет другое. Это абсолютные синонимы «шевет» и «матэ». И вот в некоторых переводах, например, в синодальном переводе стоит слово «бич», но более точно было бы перевести тоже через жезл или подобрать синоним «палка», что, собственно говоря, сделал переводчик в современном переводе российского библейского общества. Там на месте слова «бич» на дальнем переводе стоит слово «палка», насколько я помню. Вот эта палка, которая наказывает, которая поражает Ашур своих врагов, те государства, на которые обрушивается его агрессия, которые он хочет поработить, подчинить себе, сделать своими провинциями. Вот метафорически его силы, его власть названы здесь «шевет» и «матэ», «жезл» и «палка» в его руке. Это мое негодование. Вот этот жезл, эту палку в руку Ашура вложил сам Господь. Вспомним события XX века, Великую Отечественную войну. Многие воспринимали именно как очистительную бурю. Так именно называется очистительная буря. Например, в романе Пастернака доктор Живаго один из персонажей размышляет, называет это очистительной бурей, Великую Отечественную войну. Но вот кто наслал эти полчища на большевистский, безбожный, атеистический Советский Союз? Разве не Господь? Ведь все в его руке. Кто вложил жезл и палку, так сказать, в руку неприятеля нашей страны? Конечно же, Господь. Вот это слово Ашур можно заменить вполне словом Германии или каким угодно словом, актуализируя таким образом библейский текст для всех времен и для всех поколений. Но не остался без наказания агрессор и получил по заслугам, и был разгромлен зверь в своем логове. Вот так же и с Ашуром, с Ашуром в древности произошло. Господь использует этого грозного, лютого врага для наказания своего народа, израильского народа. Но сам Ашур не останется безнаказанным. Не остаются без наказания эти жестокие, идолопоклоннические державы вместе с их царями, вместе с их повелителями. Ашура постигнет та же самая участь. Он будет разгромлен более сильным врагом, которым на начало седьмого века окажется новая вавилонская держава. Но это все еще впереди. А пока Ашур исполняет божественное повеление, служит орудием наказания, орудием гнева Господня. И гнев изливается на Израиль рукою Ашура, гнев Господень. Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего. Значит, Ашур это жезл гнева моего, а народ израильский это народ гнева моего, говорит Господь. Чуть выше народ был назван народом моим, то есть народом Господнем. Здесь народом гнева моего, то есть народом гнева Господня. Дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его как грязь на улице. Грабь награбленное, известный лозунг революционеров. Так вот здесь грабить награбленное посылает Господь неприятеля ассирийцев и они ограбят тех, кто наживал свое неправедное богатство за счет бедняков. Помним окончание третьего стиха и где оставите богатство ваше, вот оно достанется ассирийцам. Они будут грабить грабителей. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов, имеется ввиду ассирийский царь. Но он скажет не все ли цари-князья мои? То есть он гордо будет думать, что он царь царей, Господь господствующих и все ему подвластны и не будет обращать внимания на того, кто послал его выполнять эту истребительную миссию грабительскую. Халне не то же ли что Кархимиш, Эмав Хамат не то же ли что Арпат, Шамрон не то же ли что Демесек. Здесь перечислены сирийские города и между ними Шамрон. Шамрон столица северного израильского царства и падение этой столицы совершилось в 722 году. А другие города Хамат и Дамаск это два главных сирийских города. Хамат возглавлял северо-сирийский союз городов государств арамейских. А Дамаск возглавлял Южный был главным городом Южного союза сирийских то есть арамейских городов государств. Вот также здесь вспоминается Кархимиш Арпат это еще северней вот и северней и северо-западней и северо-восточней. Так вот между ними Шамрон Дамаск пал на 10 лет раньше Шамрона в 732 году. Ну и Дамаск и Шамрон перечисляются здесь вместе это одно и то же здесь сказано не то же ли что Дамаск Шамрон то есть Шамроном будет то же самое что с Дамесиком когда Теглад Паласар Третий впервые добился впервые достиг победы над Дамаском взял его до этого ассирийские монархи лишь осаждали его разрушали пригороды вырубали сады пригородные но сам город не могли захватить а вот великий реформатор ассирийской империи Теглад Паласар Третий он взял Дамаск вот то же самое будет с Шамроном столицы Израильского царства правда уже не Теглад Паласар Третий а Салмонасар Пятый и Саргон Второй добьются падения Самареи преемники Теглад Паласара Третьего на престоле самой могущественной ассирийской державы в 10 стихе продолжается прямая речь ассирийского императора ассирийского царя можно сказать что кого-нибудь из этих трех наиболее разрушительных для арамеев и для Израиля то есть Иглад Паласар Третий Салмонасар Пятый Саргон Второй имя здесь не названо так вот Исайя влагает до уста такие слова так как рука моя овладела царствами идольскими в которых кумиров больше чем в Иерусалиме и Шамроне то не сделали того же с Иерусалимом и изваяниями его что сделал с Шамроном и идолами ее конец здесь прямой речи ассирийского царя или вообще персонифицированной империи и вообще персонифицированного Ашура Ашур говорит здесь от первого лица здесь видно что он сравнивает ассирийский царь Иерусалим с другими царствами там было много кумиров много так сказать богов самодельных которые не смогли защитить эти города ни Домесок ни Арпад ни Кархимиш ни не даже вот Шамрон здесь перечислен уже в их ряду то есть падение Шамрона уже получается состоялось и вот не то же ли самое с Иерусалимом столицей Иудеи столицей Игуды беда Иудеи была не только в социальной несправедливости которая не должно было быть среди народа Божьего народа братского где все люди друг другу братья другая беда это идолопоклонство к сожалению даже в самом Иерусалимском святилище в самом Иерусалимском храме посвященном имени Господню порой это идолопоклонство насаждалось и там устанавливались идолы при нечестивом и очень долго правившем иудеей царе Моносе Моносе мы знаем что иудея глубоко глубоко погрязла в идолопоклонстве и даже пророки Господни преследовались и истреблялись так вот два главных преступления иудеев социальная несправедливость в обществе и идолопоклонство причем на государственном уровне возбуждают божественный гнев но совсем не то думает о сирийский царе он не думает о Боге всевышнем он думает что это он сам все делает и сам захватывает царство за царством расправился с Израилем и теперь расправится с Иерусалимом в котором изваяний даже не столько много как в Шамроне идолов истуканов но Иерушалим его падение произойдет несколько позже и уже не в руки ассирийцев падет столица иудеи а в руки вавилонян нового вавилонского царства и произойдет это еще не скоро произойдет это в 586 году до Рождества Христова то есть между падением Шамрона обозначающим конец истории израильского десятиколенного царства и падением Иерушалима 135 лет примерно и будет когда Господь совершит все свое дело на горе Ционе и в Ярушалаиме скажет посмотрю на успех надменного сердца царя Ашшура и на тщеславие высоко поднятых глаз его высоко поднятые глаза тщеславие свидетельствуют о том что возгордился Ашшур и он этот Ашшур ассирийская империя будет наказан он говорит Ашшур говорит силой руки моей и моей мудростью я сделал это потому что я умен и переставляю пределы народов и расхищаю сокровища их и низвергаю с престолов как исполин он действительно царей свергал поставлял наместников губернаторов из центральной администрации или оставлял царей местных царьков ассирийский царь и они попадали к нему в ассальную зависимость и ежегодно выплачивали дань продолжается прямая его речь Ашшура и рука моя захватила богатство народов как гнезда и как забирают оставленные в них яйца так забрал я всю землю и никто не пошевелил крылом не открыл рта и не пискнул сравнивается здесь с хищным зверем или со злым человеком который видит гнезда наполненные яйцами птичьими и захватывает и разоряет их с легкостью не прилагая к этому никаких усилий никто даже не сможет защитить крылом пошевелить не сможет птичка защищая своих птенцов или свои яйца так же он расправился здесь со всеми царствами вот эта вот метафора здесь используется удивительная красивая она не раз используется в священном писании сам господь часто сравнивается с птицей с орлом например который защищает свой народ вот но здесь увы господь лишит защиты своего народа и никто не пошевелит крылом не открывает рта и не пискнет дальше звучит серия риторических вопросов которые эти вопросы призваны обличить ашур ассирийскую империю вот в этом тщеславе высокомерии в гордыне величается ли секира пред тем кто рубит ею топор дровосека допустим предмет который не имеет сознания не имеет разума как он может гордиться над самим дровосеком кто в чьей руке вот и здесь жезл и бич или палка которые в руке ашура и вложены в эту руку самим господом и сам ашур таким образом это орудие гнева господня орудие которое господь использует по своему усмотрению не может возвеличиться не может возгордиться всего лишь исполняет свою задачу которую дал ему господь это как прикладной инструмент для совершения божественного плана и вот здесь секира это ашур может ли секира величаться над тем кто ею рубит может ли ашур величаться над тем кто послал его исполнять эту миссию над господом пила гордится ли пред тем кто двигает ее если человек пилит пилой пила в его руке послушно и делает все что человек который пилит хочет она выполняет свою задачу не больше и вот этот ашур он словно орудие ну может гордиться секи ну чурка может гордиться разве перед или пилатом или секира перед тем в чей она власть как будто жезл палка жезл восстает против того кто поднимает его как будто палка поднимается на того кто не дерево здесь звучит ирония конечно человек держит в руке палку господь держит ашура в своей руке это вот орудие наказания ашур ассирийская империя и не может эта палка подняться по своему желанию на того кто не является деревом на того кого-то на кого-то палка хотела бы может быть так образно говоря подняться и замахнуться на кого-то нет конечно же ни пила ни секира ни ни жезл ни палка не могут действовать сами по себе и вот ашур империя чурка не может действовать своей волей полностью в руке господней и во власти господа зато господь господь цивоот пошлет чахлость на тучных его и между знаменитыми его вожжет пламя как пламя огня здесь скорее всего речь идет продолжается речь об ашуре и ашур постигнет чахлость и огонь наказательный истребительный огонь 185 тысяч воинов в одну ночь пали возможно от какой-то внезапной эпидемии когда при царе ассирийском Санхириве в 701 году осаждали Ярушалаем чахлость какая-то их смертельная постигла и они пали и не смогли Ярушалаем взять свет может быть об этом событии здесь пророчество свет Израиля будет огнем а святы его святы его большую буквусь на дальнем переводе то есть мы понимаем это как Бог Господь здесь назван святым свят 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 Господь Цивоот Богоявление Исаии 6 глава параллель пламенем которое сожжет и пожрет терны Его и волчцы Его в один день и славный лес Его и сад Его от души до тела истребит и он будет как чахлый умирающий нет империй которые не умирали бы нет империй которые не приходили бы в упадок не становились чахлыми и умирающими то же самое будет с Ассирийской империей со всеми империями всегда было так и как бы какой бы крепкой и всемирная империя не была приходит наступает ее конец рано или поздно и нынешним сверхдержавам когда-нибудь этот конец придет тогда когда этого когда конец их власти положит сам Господь все в его власти и остаток дерев леса его так будет малочислен что дитя в состоянии будет сделать опись дитя перепишет деревья леса лес корни могущественные деревья как символ могущества дальше в конце этой главы будет упомянут Ливан где самые могущественные деревья известные на то время ливанские кедры в частности служат вот эти деревья кедры в том числе образом гордости надмения власти силы глубокой укорененности и Господь сокрушает кедры ливанские как мы знаем и все дерева леса то есть сокрушает человеческую гордыню те кто хотели построить башню вавилонскую до небес те кто хотели построить в Москве дом союзов вместо храма Христа Спасителя их гордыня была сокрушена будет сокрушена и гордыня тех кто сегодня строит башни километровые по всему свету и будет в тот день остаток Израиля и спасшиеся из дома Якова не будут более полагаться на того кто поразил их но возложит упование на господа святого Израилева чисто сердечно звучит критика в адрес международной политики Израиля я думаю что и иудеи тоже иудейский царь Ахас просил заступничества имену ассирийцев остальные цари потом тоже будут в основном ассирийскими вавилонскими данниками вот международная политика Израиля и Иуды складывалась так что они этот вектор международной политики постоянно менялся в Израиле в северном царстве то политики политика была просирийской то антиасирийской то признавали свою вассальную зависимость от Ашура то вступали вместе с Дамесаком Тиром там филистимлянами Египтом в антиасирийскую коалицию вместо того чтобы хранить завет с Господом вступали или нарушали заветы с другими народами чахлыми и слабыми или даже сильными неважно но Господь и сильные народы и сильное царство государства делает чахлыми и умирающими так вот здесь говорится обличается Израиль и Яков в том что полагались не на Господа а на международные связи на международные альянсы своего рода идолопоклонства для пророка Гошея старшего современника Исаии пророка северного царства Исаия пророк южного эта тема звучит постоянно и внешнюю политику своего государства израильского пророк Ассия квалифицирует именно как политическое идолопоклонство как низкопоклонство но не низкопоклонство перед западом а низкопоклонство скорее перед востоком или севером низкопоклонство перед силой ассирийского оружия Элита общества занималась этим низкопоклонством и делала из оружия, из силы военной своего рода идола. Так прямо об этом говорит пророк Гошея, пророк Осия. Ну вот и Исаия, в общем-то, о том же самом. В 21 главе звучит интересная тема. Простите, не в 21 главе, а в 21 стихе 10 главы. Остаток обратится, остаток Иакова к Богу сильному. Здесь остаток вернется, можно перевести, шаар-яшуф. Шаар-яшуф, как мы помним, так звали сына, сына пророка Ишаягу, пророка Исаии. Вот этот шаар-яшуф, остаток вернется или остаток обратится, возвратится или покается. Один и тот же глагол шув, вот, перфектная форма, яшув. Вернется или обратится. Вспомним, что именно так звали одного из сыновей пророка. Имя говорящее было у его сына, которого он назвал Шаар-яшуф. И Ишаягу, и жена его, Ишаягу был пророк, жена его была пророчицей. И сын получает говорящие имя. Шаар-яшуф, шаар-яаков, эль-эль, гибор. Бог назван Богом сильным, Богом богатырем. Гибор обратится к Богу сильному. Силен не Ашур, сильна не Ассирийская империя по-настоящему, а силен Бог. Нельзя назвать, если сравнить с Богом, нельзя назвать ни одну империю, ни одно государство сильным. Ни государство древнее, ни государство современное, ни те, которые, может быть, еще будут на земле, их нельзя считать сильными по сравнению с Богом. Только Бог сильный, только Он распоряжается всеми армиями мира, только Он является верховным главнокомандующим всех армий на земле. И только Ему принадлежит сила. Он гибор. Ибо хотя бы народов у тебя Израиль... А вот здесь дальше начинается почему-то обличение в адрес уже Израиля, а не Ассирии. Внезапная смена адресата, объекта божественного гнева. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующей правдой. И Господь истребит и большую часть своего народа, ну истребит, конечно, и врага своего народа, то есть Ашур. Но спасется остаток. Это надежда. Эта надежда звучит и все сильнее будет звучать. Особенно во втором разделе книги Исаии она будет звучать громко, эта надежда. Надежда спасения остатка, надежда возвращения остатка плененного, остатка израильского народа из рассеяния, из плена. Ассирийский плен и Вавилонский, скорее всего, в пророческом видении Исаии, в его пророческих словах, сливаются две перспективы в одну единую перспективу. В конце концов, остаток возвратится. И об этом возвращении будет говориться очень ярко и красиво и поэтично, начиная с 40 главы Исаии. Но вот пророчество об этом возвращении остатка, о том, что остаток вернется, о том, что Шаар Яшуф звучит уже и в этих главах, в частности, вот в 10-й. «Ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Цивовод во всей земле». Земля здесь, по всей видимости, не Эрец Исраэль, не земля обетованная, не израильская земля святая, а вообще вся земля, то есть все земли, населенные всеми народами. «Посему так говорит Господь, Господь Цивовод, народ мой, живущий на Ционе, не бойся, Ашшура, он поразит тебя жезлом и трость свою подымет на тебя, как Египет». Как Египет. Египет когда-то был самым могущественным государством. Сейчас на Ближнем Востоке, в Передней Азии, вообще, повсюду доминирует Ашур. Египет находится в упадке, и Ашур даже успешно, вполне успешно, правда, несколько позже, в VII веке произведет захват Египта. Как когда-то Египет подымал свою трость на израильский народ, порабощал его, так во времена Исаии то же самое делает Ашур, подымает свою трость, свой жезл на народ Божий. Но пророк призывает свой народ не бояться этого жезла и этой трости. Надо бояться только Бога. Он вкладывает жезл в руки наших врагов. Если мы будем умилостивлять Бога, то тогда Господь не будет нас поражать этим жезлом и этой тростью. Он вырвет из рук наших врагов это оружие и сломит его. И лук переломит и стрелы, как сказано в одном из псалмов. Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их. На чье истребление? На истребление твоих врагов, на истребление Ашура. Наших врагов Господь истребит, когда ярость его в отношении нас утихнет. «И подымет Господь Саваот бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Орива, или как на море жезл, и подымет его, как на Египет». Вспоминаются славные исторические события разделения, рассечения вод Красного моря. «Когда жезлом Моисеевым воды были разделены, и народ посуху прошел, спасаясь от лютого врага, от египтян, от поработителей, как когда-то были поражены мадианитяне». Историю об этом мы читаем в книге «Судей» у скалы Орив. Вот также будет не менее чудесным новое освобождение израильского народа на сей раз из руки новых его врагов, из руки ассирийцев или вавилонян, если говорить о более поздних событиях. «И будет в тот день». «Тот день» — это синоним выражения «день Господень». То есть здесь какой-то, может быть, намек уже и на эсхатологическую перспективу. «Снимется с рамен его, рамина — это плечи, бремя, с рамен твоих, бремя его, плеч Израиля снимется, ермо ассирийское, и ермо его, шея твоей, бремя и ермо синонимы, шея и рамина здесь тоже стоят в параллелизме. «И распадется ермо от тука». Тук — это образ благоволения Господня, благоденственного и мирного жития, когда человек толстеет. Но это и образ также во многих текстах, образ гордыни, надменя, жестоковыности. Вот здесь скорее в положительном значении употребляется этот термин «тук». «Уль ермо», тук — масло, шемен. Шемен зайд, например, оливковое масло. Ну и жир, например, это тоже шемен часто. Он идет на айяв, проходит мигрон, в мехмасе складывает свои запасы. Враг приближается, враг у ворот. Проходят теснины, в гиве ночлег их. «Рама трясется». Рама — несколько топонимов с таким... Таких топонимов было в Святой Земле. «Гива Шауля» разбежалась. «Гива Саулова», то есть это уже пределы Бениамина, это уже границы севера и юга, границы Израиля и Иудеи. «Вой голосом твоим, дочь Галима, пусть услышит тебя Лаиш, бедный Анатод». Призыв к городам и к населенным пунктам израильтян и иудеев. Анатод, в частности, селение, известное тем, что в нем позднее будет проживать пророк Божий Ирмиягу, Иеремия. Это его родина, Анатод. В настоящее время там, в Анатоде, в небольшой деревне, в небольшом поселении, расположенном не так далеко от Иерушалаема, местные жители тоже помнят, что живут они на родине Анатод. А мне когда-то Господь дал возможность побывать в этом замечательном селении. Дальше уже начинаются рядом с этим селением такие суровые места, иудейская пустыня, ущелья. Но само семейство Анатод, оно процветающее. В нем жили пастухи, земледельцы, ремесленники во времена Исаии, во времена Иеремии. И вот здесь ждет опасность. Галим, Лаиш, Анатод. Часто, если мы возьмем оригинальный текст Исаии или каких-то других пророков, эти тексты поэтические, и часто те или иные топонимы, те или иные географические названия используются для созвучия, для литерации, для игры слов, для ассанации. Игры слов, достигаемой с помощью созвучия. Или созвучия гласных, или созвучия согласных звуков. Достигается игра слов. Классический пример — это, конечно, первая глава книги пророка Михея. Но и у других пророков, у Исаии, тоже часто употребляются именно те, пророк отбирает топонимы, которые могут создать игру слов, построенной на созвучии. Замечательный такой испанский автор, уже покойный, Луис Алонсо Щекель, он умел не только вчитываться, умел вслушиваться в то, как звучат пророчества в оригинале. И находил все эти ассанации, или все эти аль-литерации, всю эту игру слов построена на созвучиях. Вот здесь мы имеем тоже такие очень звучные, яркие, красивые имена. Они создают определенный поэтический строй, поэтический ритм. Я имею в виду стихи с 28 по 31 или даже 32, включительно 10 главы Исаии. «Мадмена разбежалась, жители Гевима спешат уходить. Еще день простоит он вновь, грозит рукой своей горе Циону, холму Ярушалаема». Гора Цион, холм Ярушалаема, параллелизм, гора, холм, Цион, Ярушалаем. Вот Господь, Господь Саваот, «Страшную силою сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены высокие повержены на землю». Опять тема деревьев, опять этот образ. И в данном случае тоже, как и чуть выше, в предыдущих стихах, это образ гордыни, самовозвеличивания Ашура. Так вот, будут срублены, как было сказано выше. Младенец сможет совершить перепись, едва-едва умеющий считать, сможет посчитать все ассирийские деревья, то есть посчитать всех ассирийцев. Где сегодня ассирийцы в 21 веке христианской эры? Говорят, вот ассирийская церковь Востока, или вот там вся ассирийца, мы ашури, ашури. Да, мы из провинции Хасаки в Сирии, мы ассирийцы, мы ашури. Или там на Кавказе, в Москве, даже найдете ассирийцев. Но так ли их много? И что они стали сейчас? Кем они стали по сравнению с тем, кем они были 27-28 веков тому назад? Что с ними стало? Лишенной государственности небольшой народ, тающий, исчезающий, ассимилирующийся на просторах Советского Союза и Соединенных Штатов. 34-й заключительный стих главы. Прочтем. Господь, о котором говорится в 33-м стихе предыдущем, Он, как сказано в этом заключительном стихе, посечет чащу лица железом, и Ливан падет от всемогущего. Под Ливаном здесь понимать следует не государство такое, Ливан такого государства не было, оно впервые появляется только в 20-м веке нашей эры. Ливан, везде, где встречается в Библии, это или горы, или деревья, или ладан. Здесь значение ладана вряд ли можно усмотреть. Здесь или ливанские горы, которые высокие. В тех местах, в Палестине, это самые высокие горы, ливанские. Или это кедры. Поскольку в главе говорилось часто о деревьях, скорее всего, я думаю, что это значение здесь присутствует. Ливанские кедры будут срублены. Ливанские кедры здесь образ для обозначения гордыни и могущества Ассирийской империи. Это могущество будет срублено, и гордыня эта будет унижена. И это все будет от всемогущего. Б. Адир и Поль падет от всемогущего. Адир – могущественный, великий, могучий. Вот как можно перевести это прилагательное Адир, или существительное, как угодно. Запись делается для библейского портала Экзегет. Редактор субтитров А.Семкин